Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать базовые знания о гипогликалитических препаратах. Это будет интересно для людей с диабетом второго типа, может быть, для людей с не очень выраженной инсулинорезистентностью, которая будет не являться, так скажем, диабетом второго типа по ГОСТу, но мы будем говорить о том, что человек очень близко к этому стоит. Конечно, люди с ожирениями тоже туда же очень часто назначаются гипогликалитические препараты, очень часто с диагнозом ожирения, да, вы знаете, у нас идет сопутствующий диабет. Вот, соответственно, основная проблема, да, диабет и ожирение и гипогликалитические препараты. И мы будем сегодня кружиться, вертеться вокруг этой темы. Не обсудим, так ли полезны гипогликалитические препараты, как они есть. Можно ли найти им замену, альтернативу какую-то, или же следует, соответственно, выполнять строго все те назначения врача из поликлиники, да, который вам вот назначил пожизненно пить какой-нибудь медфармин. Начинаем! Итак, дорогие друзья, не хочу, соответственно, глобально углубляться в каждый препарат гипогликалитический. Я думаю, что мы снимем отдельные видеоролики, серии, где будем разбирать эти препараты. Но для начала мне нужно понять мою аудиторию, насколько сейчас актуальны эти знания для моей аудитории. Поэтому все будет зависеть от количества комментариев. И, конечно, в этих комментариях вы, допустим, должны написать там азинпик, медфармин, там еще какие-то препараты указывать, которые вы принимаете. Исходя из них, допустим, вы пишете, я принимаю ИВ-1, к примеру, хочу там выпуск про ИВ-1. И вот если я вижу, что хотя бы там 3-4-5 человек есть с ИВ-1, я снимаю выпуск про ИВ-1. Вот. И далее, и тому подобное, и так далее. Значит, сейчас я вам расскажу, чтобы не рекламировать какие-то препараты, не говорить о том, что лучше или хуже, и чтобы вас крайне запутать, я вам расскажу, как вообще есть два типа каких действий гликолитических препаратов. То есть бывает, когда гликолитический препарат просто начинает какими-то косвенными механизмами, допустим, через кишечник выводить глюкозу. И здесь есть плюсы и минусы. Ну, например, если он через кишечник выводит глюкозу, у него есть сопутствующий синдром избыточного бактериального роста, о котором я не устаю говорить, да, на своем канале, и это в первую очередь история про сдачу хромоспектрометрии по осипу, то, конечно, здесь мы можем спровоцировать дополнительный рост патогенной микробиоты, получить ряд патологических изменений от первичной диареи, да, и это везде написано, диареи от таких препаратов, вот, и заканчивая тем, что мы получаем рост патогенной биоты, и видим, что у нас целый симптомокомплекс растет, да, например, поменяется гиперлипидемия, переходит в гиперхолестериномию, да, ухудшается липидное состояние, ухудшается вообще пищеварение и так далее, и тому подобное, но тема ЖКТ это отдельная тема, тема СИБРа это отдельная тема, это смотрите другие мои видеоролики, подсказочки, как всегда будут в конце видео, а сейчас мы поговорим о другом, то есть вот есть группа препаратов, когда мы сахар какими-то косвенными путями, не напрямую, не через инсулин, куда-то выводим, куда-то утилизируем, как-то метаболизируем, и даже когда вам советуют заниматься повышенной физической деятельностью, да, физической нагрузкой, ну, повышенной отличией от той, которую вы, скорее всего, идете дома, то есть как минимум не сидеть долго, да, на стуле за компьютером, значит, заниматься прогулками, да, это все сжигание, так скажем, этого сахара, стимуляция его повлощения. Есть другая история, когда вы используете препараты гипогликалитические, и таких препаратов очень много, и вы просто берете, и, соответственно, эти препараты не стимулируете вашу поджелудочную на выброс инсулина, которого и так на минуточку бывает много. Вот зрители моего канала все, наверное, уже там пересдали не Бионрас, Индекс, Хома, а оружие, я весь язык сломал, что его надо сдавать. И здесь не всегда, не всегда, повторюсь, оправдано назначение данных препаратов в, соответственно, механике лечения диабета второго типа. Как это может быть оправдано или не оправдано, нужно, чтобы решение принимал врач, да, и, может быть, я когда-нибудь, ну, составлю отдельный длинный выпуск, если вы меня будете смотреть, мои рассуждения, как правильно подбирают гипогликалитические препараты самостоятельно. Напишите мне в комментариях, если это интересно, но это очень глобальный выпуск, и, возможно, не все его поймут, это будет сложно для понимания. Но если проще говорить, то я вижу для пациента необходимость менять гликалитические препараты время от времени, если вам их не отменяют вообще. Задуматься о комплексном подходе лечения гипогликалитическими препаратами. Можно задуматься о том, что ваше лечение недостаточно эффективно, если вы более года используете гипогликалитические препараты, не, соответственно, вылечиваете, да, диабет второго типа, а его, возможно, вылечить, возможно, соответственно, снизить инсулинорезистентность. Очень редко, когда мы говорим о том, что там второй диабет, он рецидивирующий, ничего с этим нельзя сделать. То есть, в основном, 70% это то, что вы не соблюдаете питание, элементарно, конечно, питание это краеугольный камень и диета терапия временная с более жесткой выборкой продуктов, да, особенно, когда сопутствующий, мы пролечиваем синдром избыточного бактериального роста. Она необходима на стадии, когда мы хотим компенсировать диабет второго типа, да, вот, и снизить, может быть, на какое-то время прием углеводов. Снизить, не убрать совсем, заметьте, вот, более чистое потребление углеводов. Это очень важно. Применение нескольких гипогликолитических средств или большого, соответственно, количества БАДов с постепенным отказом от гипогликолитических средств позволит наиболее плавным образом перейти, соответственно, уже от стадии лечения, да, компенсации острых проявлений диабета второго типа на стадии, когда мы закрепляем наш результат и плавно переходим, соответственно, в режим, ну, так скажем, обычной жизнедеятельности. На этой стадии, скорее всего, вам понадобится пить БАДов даже больше, чем обычно, чтобы просто компенсировать, да, переход, вот этот вот момент перехода, когда мы отменили гипогликолитические вещества, и вы уже должны, что называется, на своем, да, ваши клетчики должны работать. Все равно их надо чем-то питать, помогать им. Для кого-то это витамины группы В, для кого-то это бельберин, для кого-то это, если проблемы с холестерином, мы едим больше омеги, как минимум, да, вот, то есть мы всегда индивидуально здесь изучаем анамнез пациента и рассматриваем все вот эти вот тонкости, но отказываться от приема биологически активных добавок, пока вы не закрепили результат, не закрепили эту победу с диабетом второго типа, категорически нельзя, дорогие друзья. В заключении выпуска напомню вам, что диабет второго типа, диагноз нужно и можно отменять. Это крайне важная задача, которую, на мой взгляд, должен преследовать любой врач-эндокринолог, ну, за исключением там каких-то высоковозрастных пациентов, которым уже 90 лет. Вот, понятно, что там уже, ну, сложно вот так вот прийти, когда пациенту 90-е, что-то там серьезное навоевать. Но если это молодые люди, да, там, не знаю, 30, 40, 50 лет, мы все можем компенсировать, мы со всем можем справиться, и надо четко ставить себе задачу, что сейчас пару месяцев, да, мы лечим условно острую фазу, еще пару месяцев. Вот принцип светофора, пару месяцев, красная такая фаза, да, острая фаза, мы все досконально соблюдаем, используем препараты. Желтая фаза, да, там, 3-4 месяца идет, мы используем биологически активные вещества. И на красной, и на желтой фазе жестко используем, да, рекомендации по диете. И вот когда начинается зеленая фаза, с фаза ремиссии, мы плавно, соответственно, уменьшаем количество приема, если на желтой мы уменьшали количество приема препаратов, то мы на зеленой уменьшаем количество, соответственно, биологических, активных добавок, и, соответственно, более расширяем свой диапазон по питанию плавно и постепенно. Ну и на желтой фазе тоже мы уже плавно и постепенно расширяем диапазон питания. Тогда как на красной мы должны максимально ужаться, чтобы получить вот этот вот результат лечения. Вот так бы я описал лечение диабета второго типа и прием гипогликалиметических средств в фазе его лечения. Такой вот базис я вижу как бы основу. Спасибо, дорогие друзья, что смотрели меня. Подписывайтесь на мой канал, пишите мне обязательно комментарии, и да пребудет с вами здоровье! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!